давай малой укуси этого червяка и на вторую удочку сразу . там покрупнее так 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 как же теперь с вами с двумя разобраться в двух руках прикол смотрите сколько я насмыкал сегодня поднять тяжело здравствуйте добрые люди судак у нас нынче ловится мелкий неинтересный поэтому я решил половить карасиком два дня уже выезжал перед этим и он гаденыш совершенно не реагировал вообще как будто бы его нет вчера я вечером выехал здесь его закормил на ночь и сегодня надеюсь будет веселуха давайте сейчас вместе посмотрим что из этого получится на эту хитрую рыбу у меня одна удочка микадо ревал болонская 5-метровая и маховая линьяв орион 6 метров заряжаем снасть и смотрим что сегодня скажет этот капризный карась первый заброс сейчас я удочки заряжу а потом уже буду прикармливать сейчас у меня по прикормкам 2 пока ванна это фишфуд контора наша отечественная украинская мед чеснок и халва пряный шоколад сейчас мы замесим наверно классику мед чеснок вернее как классика микс такой зверский гремучая смесь чеснок с медом сейчас ну как бы прикормочка показала себя хорошо еще в прошлом году я сейчас немного ее замешу потому что мало ли что может быть придется делать шоколад пахнет она замечательно есть такие крупные фракции ну короче то что надо для карасидлы сейчас мы ее замесим коры то вот эти пвх неудобная вещь для хозяйства в лодке у меня их три штуки разных размеров они все вместе продаются копаются возит поплавка пульбы идут сейчас должна быть поклевочка и первый карасидла ребята карась и такой более-менее нормальный ну как нормальный этот кулинарный вариант первый пошел красавчик на перловку взял сейчас мы посмотрим что там на дне происходит это диппер эхолот маленький шарик он у меня сейчас тут возле лодки в воде сейчас его заброшу и включу запись с экрана и глянем так и сейчас глянем кто у нас тут живет сейчас подходим к нашему месту дислокации потихонечку не спеша опа рыбку показывает но немного немного второе ребята второй карась причем поклевочка у него была такая совершенно не карасиная вот чем прикол как будто бы мелочь взял на опарыша елки открыл только что она у меня стояла в той большой коробке а средней накрыта был открыл эту верхнюю штын такой чесноком стоит как будто как будто бы оказался в каком-то чесночном раю так а ну-ка давай Да елки-палки, опять не вовремя, да что ж такое, а? Сейчас начало клювать на маховую. Болонская молчит. Кстати, удилища отлично отрабатывает. Приятно на них ловить, они легенькие. Опа, карасило. Такое нормальное карасило. Елки, завел как раз в жопу этой кувшинке, надо же, а? Давай, иди сюда, малой. Иди сюда. Пойдет такой. Заходи. Красавчик. Вот такой размерчик уже побольше. Откройте свои уста, дядя. Подсадим опарыша. И еще один, блин, и тут, елки, на две удочки сразу бомбит. Ты что, веселуха. Ну, тут такой небольшой. Иди сюда, малой. Иди сюда. Небольшой, зато кулинарный. Таких космонавты берут. Именно сковородочный вариант. Хороший дядя, заходите в гости. Смотрите, какой красавчик. Да все, 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 все. Ваша песенка спета. Не надо шуметь. Друзья, вот не знаю, сейчас слышно или не. По кулшинке такое, как будто бы чавкает кто-то. Говорят, что это карась. Но мое мнение, что это не карась, а вот эти лисья. За счет ветра там или еще за счет чего-то. Приподнимаются, опускаются. И создают такие звуки. Еще бы карась тут, ну, под лисьями, под лопухами что-то чавкал. Напишите, пожалуйста, в комментах свое мнение по поводу вот этого чавканья. Ну, все карасятники знают стопудово этот звук. Есть, малыш. Ну, как они так звонят, а, ребята? Вот как, вы скажите, как они вычисляют, что надо звонить именно, когда ты тянешь рыбу, а? Вот он. Ну, давай, малой. Давай, укуси этого червяка. Есть, и такой этот нормальный уже. Этот уже нормальный. Видели поплавок? Он не положил, он его потянул. Заходите, дорогой. Хорош, малыш, гляньте. Сейчас я его порежу. Пошинкую. И такими кусочками наживлю, потому что червь большой. Вот так вот. Попробуем, как он будет реагировать на такую подачу. Тоже такой нормательный. Короче, на червя, ребята, на червя берет крупнее карасила. По крайней мере, пока что. А там посмотрим. Удочки эти современные, хорошая штука. В руке держишь, не устает. По сравнению с этим пластиком, я просто на удочке ловил в детстве. Ну, там, короче, когда в детстве ловил, то там же были вот эти пластиковые, вот это зверство. Эти легенькие, вообще бомба. Давай, 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 давай. Сейчас выложит. Иди сюда. Вот, вот, нормальный. Ну, как нормальный. Стандартный. Вот такой зверюга. Я стоматолог, не бойся. Чик, ты уже на небесах. Вот так вот. Ты боялся. Давай. Трогает червячка. Брать не хочет. Ну, давай, подлец. Елки, надо же, в кувшинку завел, пока камеру, пока камеру включал. Давай, давай, малыш, выходи. В жопу кувшинке зашло опять. Блин, надо же, и нормальный карась там, елки-палки. О, я тебя достал, зверь. Короче, акробатика здесь у меня была только что. Хорошая рыба. Смотрите, повел, повел, повел. Есть. Малыш маленький. Вот опять же, видите, не положил поплавок. Тупо повел. И снова на червя взял. Сейчас забодяжу халву с пряным шоколадом. Посмотрим, что нам скажет этот ингредиент. Зелье, можно так сказать. Нормально, там вон и крупная фракция есть. Я смотрю, кукуруза, чеснок, в принципе, отработал. А вот интересно, что сладость скажет. Опа, поклевочка, 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 поклевочка. Повел. Ух тыска. Не-не-не, только не туда, дядя. Не туда. Так, стоп. Ёлки, зовел за эту удочку. О, обошлось все. Давай, иди сюда. Хулиган, короче, чуть не напутал. Ты что, не знаешь, что туда нельзя лезть, а? Зверь. А вот вам шоколад с халвой. Угощайтесь. Пока клев немного затих, расскажу об этих приспособах. Вот одна, а вот вторая. Я в одном из видео спросил, интересно, не? Напишите в комментах, и там вопрос задавали. Короче, очень полезная штуковина. Сделанная из ПВХ. Здесь у нас вот это покрытие. Я не знаю, как его правильно назвать. Ковролин, не ковролин. Короче, липучка к нему липнет. Вот. И получается у нас здесь два больших кармана. И столик. Цепляется сюда. Но тут, конечно, косяк в том, что оно его со временем немного вытягивает. Короче, я бы посоветовал производителю сюда что-нибудь другое использовать. Какой-то другой материал. Вот. Приманки сюда отлично цепляются. Как бы... Опа. У меня там поклевочка. Давай, иди сюда, малой. Иди сюда. Сейчас я его оприходу и это расскажу дальше. В общем, здесь два кармана и столик. А здесь у нас один кармашек. Вернее, два. Один маленький под телефон. Удобная штука. Просто летом я сюда телефон не ложу, потому что на него сильно солнце светит, он нагревается. А вот так вот, допустим, по осени, когда не сильно жарко, вообще отлично. Ты видишь через пленку, кто тебе звонит и уже думаешь, брать трубку или нет. Вот с этим карманом, конечно, тоже хотелось бы, чтобы производители немного доработали. Сюда можно вставлять какую-то жесткость. Какую-то... Ну, в смысле, какую-то жесткую штуковину, которая бы держала форму. Ну, в принципе, я сам это могу сделать. Вот, разрежу и что-нибудь вставлю. Вот. Ну и тут карман под термос или под бутылку. Тоже классная вещь. По бокам такие маленькие кармашки, типа, как бы, держатели спиннинга. И здесь, и на вот этой штуке, и на том кармане тоже. Ну, у меня под держатели фастенборика, поэтому я ими не пользуюсь. Ух ты ж, у меня карасило увел. Пока басарю. Эх, еще один. Короче, клев не закончился, ребята. Сейчас я продолжу свой рассказ. В общем, эти штуковины реально полезные. Смотрите, здесь у меня 4 коробки, там куча барахла. Здесь всякая всячина, там термос. Ну, короче, так бы оно у меня по лодке все валялось. А так аккуратненько все на бортах висит. Я под видео кину ссылку. И, если что, обращайтесь. Мед с чесноком показал себя лучше, чем халва с шоколадом. Так что я сейчас, наверное, его еще забодяжу. Но тут шоколад как-то белая подтянулась. Мелочь. А чеснок именно карасилу привлекал. Карась роется. Бульбы идут. Сейчас будет поклевочка, ребята. Опа, есть он такой нормальный. Упирается. Хороший. Малыш, уважаю. Ты давай, заходи уже. Заходи в избушку. Тебе здесь рады. И на вторую лодочку сразу. Ух тыжка. Там покрупнее. Так, так, так. Как же теперь с вами с двумя разобрасом? У тебя вот в двух руках, короче. Прикол. Ладно, иди сюда. Прыгай вот так в лодку. Да не, не туда. Ну ладно. Там пауэрбанк лежит, елки. А ты иди сюда. О, этот хороший. Худилище там веселится. Ну вот так вот сгибается. Ну там, видите, там работает оно где-то, где-то, где-то с одной четвертой части. Вот, натягиваю вот так. Опа, есть. Такой нормальный. Упирается. Он небольшой, но упирается. За пузо забагрил. Представьте. За плавник вернее. Ну, какая разница, дружище. Победителей не судят. Я тебя добыл. Хороший карасидло. Давай, давай, по кувшиночке сюда аккуратненько иди. Этот самый большой. Сейчас я камеру в руке держу. Сейчас я его достану и покажу его. Смотрите, какой зверь. Спасибо тебе, дорогой. Ты не зря на свет родился. Иди сюда, мой дохлый лев. Ну, такой нормальный. Опа, и там, и там клюет, и там клюет. Хороший дяденька. Давай сюда. Вот, видите, ребята, все-таки чеснок ему более по нраву, чем сладости. По крайней мере, сегодня специалисты говорили, что надо сладкие прикормки. Работает. Сегодня чесночок, гляньте. Я вот все думал, как же вам показывать поплавок. Камеры у меня нету, вот этой зума. У меня только гупрохи. И на помощь пришла вот эта Бориковская штуковина. Я кину ссылку на нее. Для тех, кто видео снимает, полезная штука. Вот эта стоечка такая. Сейчас я ее отсоединю. Сейчас, секунду. Вот, ее можно ставить вертикально. Наклонять можно по-всякому разному. Короче, под любые случаи подойдет. А камера у меня снимает. Например, я говорю GoPro, снимай видео, и она включается. Тоже удобно очень. Сижу там на стульчике и командую. Смотрите, сколько я насмыкал сегодня. Поднять тяжело. Уже пару часов пытаюсь заставить себя смотать удочки. Уже где-то, наверное, полпятого. А я на воде с 7. Ну, он же клюет, зараза. И невозможно остановиться. Короче, хочется еще половить. Думаю, что я с последнего поймаю и поеду. Время-то летит очень быстро в этом процессе, когда рыба хорошо ловится. Опа! Карасидло! Елки! Я же говорю, не дает уехать. Не дает собраться. Напомню, удочки у меня работали Микадо Ревал и Линяв Орион. Маховая и Болонская. Удилище. Снова карасидло. Это уже сопля. Видите? Отпущу. В общем, снова он меня перебил. Удилища современные. Это реально тема. Потому что вот эти стеклопластиковые это все. Надо быть ну или таким бедным пенсионером или же не буду говорить кем. Ну, допустим, намного удобнее ловить именно современными, легенькими. В общем, на этом буду прощаться. Ребята, на все барахлишко под видео будут ссылки. И если кому-то что-то надо, обращайтесь в эти магазины. Промокод Богомаз 05. И там будет вам скидка. На этом всего хорошего. До скорой встречи.